Здравствуйте! В эфире информационная программа события в студии Ольга Ловина. Сегодня выпуски. Десять лет пролетели как один день. В Брянске большим концертом отметили десятую годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Из Дворца единоборств имени Артема Осипенко репортаж Александра Новикова. В областной избирательной комиссии подписали итоговый протокол по результатам выборов президента нашей страны. Итоги выборной кампании провели на брифинге. Подробности в нашем репортаже. В прощенное воскресенье в Кафедральном соборе прошла литургия вечерня с чином прощения, а между службами перед собором прошли масленичные гуляния. Уникальные произведения художников, побывавших в зоне специальной военной операции. Об открытии выставки «Освобождение. Воины свободы» расскажу вам я, Кирилл Новиков. Я горжусь своими земляками. Такими эмоциями поделился губернатор Александр Богомас после оглашения итогов выборов президента Российской Федерации. На избирательные участки Брянской области 15, 16 и 17 марта пришли 816 тысяч человек. Это очень высокая явка. Почти 740 тысяч избирателей отдали свой голос за действующего главу государства Владимира Путина. Федеральные эксперты заметили – это показатель сознательности жителей нашей области, ответственного отношения к выборной кампании и к судьбе своей страны. В этих цифрах гражданская позиция брянцев – признак того, что люди видят и ценят позитивные изменения в стране и в нашем регионе. Это и есть гражданская консолидация общества. Все мы ждали, ждали результата, ждали того же результата, который мы должны показать, показать Брянскую область. И он действительно очень хорош. Брянская область сегодня является лидером по голосованию за президента в Центральном и Федеральном округе. И входим в первые 15 регионов по стране, которые показали высокий результат по Явке. У нас он составил 87-27. И доверие действующему президенту Владимиру Путину оказало без 0,03% наших брянцев. Мы сегодня доверяем нашему лидеру, доверяем президенту, за что я хочу сказать огромное спасибо. Я действительно горжусь своими земляками. Мы сегодня находимся на передовой, на приграничке, нас обстреливают, нас бьют, нас пытаются разъединить, нам пытаются посеять панику. Но тем не менее люди пришли, люди проголосовали и сказали свою позицию. Что мы вместе, мы едины и у нас есть национальный лидер, которому мы все доверяем. За что вам еще раз говорю огромное-огромное спасибо. А теперь о том же, но уже в цифрах. Данные итогового протокола озвучила председатель избирательной комиссии Брянской области Елена Аненкова. К 10 утра 18 марта все 33 территориальные избирательные комиссии подвели итоги. Протоколы участковых избирательных комиссий введены в систему газ-выборов. Это отчасти большая работа членов участковых комиссий. Они дошли до каждого избирателя. Проект, который у нас стартовал, информу ИК, также повлиял на ход голосования. Избиратели шли, активно голосовали. На подписание протокола областной избирательной комиссии были приглашены члены комиссии с совещательным голосом от партий и кандидатов, представители прокуратуры и СМИ. После подписания протокола журналистов пригласили на брифинг. Явка составила на территории Брянской области 87,29%. Голоса распределились следующим образом за кандидатов. Путин Владимир Владимирович набрал 89,97%. Голосов избирателей. Харитонов Николай Михайлович набрал 4,24 голосов. Слуцкий Леонид Эдуардович набрал 3,62 голосов избирателей. Дованков Владислав Андреевич 1,44 голосов. Явка, которую осуществили наши земляки в Брянской области, не только 15-я в рейтинге по стране, но и первая в Центральном федеральном округе. Три дня выборов работал общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами, созданный Общественной палатой Брянской области. Не поступило ни одного обращения от нашего наблюдателя о каких бы то ни было нарушениях. Наблюдая в режиме онлайн за движением избирателей на избирательных участках, на не только наши наблюдатели, но и мы сами в штабе могли воочию убедиться в том, что явка очень высокая. И это было ритмично в течение всех трех дней голосования. В брифинге участвовали доверенные лица кандидатов президента Владимира Путина и Леонида Слуцкого. В этом году мы наблюдали беспрецедентную явку и беспрецедентную консолидацию наших граждан, граждан России, жителей Брянской области. И хотелось бы сегодня от имени нашего кандидата сказать слова благодарности, прежде всего, жителям Брянской области за такую сплоченность, за проявление лучших качеств, свойственных нашему российскому народу, за приверженность нашим традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Спасибо избирательным комиссиям за организацию выборов. Она была хорошая очень. Спасибо нашим гражданам за то, что приходили, голосовали, отдавали свой голос. Спасибо за нашу поддержку. Так что выборы проходили в штатном режиме, все хорошо. Спасибо большое. По итогам выборов в нашей области все протоколы были подписаны без жалоб. Нарушений законодательства на избирательных участках не было. Наталья Бутник, Алексей Рязанцев, Брянск. Законно прозрачно легитимно, в полном соответствии с действующим законодательством. Такие эпитеты подобрали наблюдатели к процедуре выборов президента страны в Брянской области. Об этом же говорили представители политических партий и общественники. Мы фиксируем впервые за электоральные циклы последнего времени такую беспрецедентную высокую явку. И причинами вот такой явки, мне кажется, следующие. Первое. Во-первых, то, что наши граждане осознали, что выборы президентские – это главные выборы в нашей стране. Особенно после поправок в Конституцию 2020 года мы стали осознавать значимость президентской должности. А в нынешнем политическом контексте эта должность находится на пике значимости. У нас в этом году проявился необычайно высокий уровень корпоративной мобилизации. Вот этот дополнительный дни голосования, когда можно было до начала работы проголосовать, показало нам, что люди с удовольствием шли до начала работы и голосовали. Тем более можно было выбрать участок, близкий к работе. И это оказало колоссальный такой эффект, объединяющий. Опять российский народ показал, насколько он солидарен в задачах показать значимость России и величие России. Я могу сказать уверенно, и, как говорил Владимир Вольфович, однозначно, что на территории Брянской области проходят выборы, честно, соблюдение всех норм и прав наших жителей. Нарушений сегодня не было, даже несмотря на то, что были призывы, так называемых, из-за океана, из-за рубежа, ярых оппозиционеров, что прийти, сорвать выборы. Вы видите, как на территории Брянской области, Белгородской области пытаются сорвать выборы с помощью смертоносных снарядов, но не на тех напали. И сегодня и Брянская область, и Белгородская область показывает, что чем больше на нас давят, тем больше люди сплачиваются вокруг нашей любимой Родины. Никто людей не заставляет этим голосовать, никто людям не наказывает, как голосовать, за кого голосовать. Голосует свободно, и это не может нас не радовать. В целом наши наблюдатели не выявляют каких-либо нарушений на участках, поэтому, повторюсь, выборы проходят спокойно, уверенно, в штатном режиме. В течение трех дней я объезжал участково-избирательные комиссии Володарского района, ну, соответственно, на своем депутатском округе. Хочу отметить беспрецедентно высокую явку. В первый день голосования в субботу тоже наблюдалась высокая избирательная активность. Несмотря на такую нагрузку, избирательные комиссии работали в штатном режиме. Это не просто выбор президента, это выбор нашего будущего, будущего наших детей и будущего нашей страны. Действительно, именно сейчас определяется, по какому пути будет двигаться наша страна. В дни голосования избирательная комиссия смогла достойно организовать весь процесс и делает все возможное для обеспечения легитимности и прозрачности данных выборов. Я проехал по нескольким участкам и убедился в том, что действительно наши граждане очень политически активны. Организован процесс голосования очень достойно, спокойно, тихо. Я не видел никаких проблем. А то, что люди приходят сегодня голосовать, это их право, это их выбор. Мы должны показать свою социальную позицию, для чего мы все это живем и делаем. Это восьмые выборы в нашей стране, выборы президента. Главное достижение, что в стране у нас полная консолидация, мы единый народ и вот с таким настроем, с единством впереди нас ждут только победы. Тема убедительной победы Владимира Путина на президентских выборах 2024 стала одной из основных и на торжественном мероприятии, которое прошло во Дворце единоборств. Россия, Крым, Севастополь. Десять лет в родной гавани. Так назывался концерт-митинг, посвященный годовщине исторического референдума, после которого жители полуострова вернулись в большую дружную семью в Россию. Полный зал зрителей, слова поздравления от губернатора и выступления лучших творческих коллективов. Самые яркие моменты в репортаже Александра Новикова. День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, безусловно, исторический день. Это еще один повод сказать о том, что Россия непобедима, если мы едины. Десять лет прошло с того прекрасного мартовского дня, когда в Кремле был подписан документ, восстановивший историческую справедливость. Но до сих пор он вызывает самые искренние эмоции и переживания. Сегодня мы с вами собрались в этом замечательном дворце единоборств, чтобы отметить юбилейную дату воссоединения Крыма, Севастополя с Россией. И я от всей души вас, о вашем лице всех жителей нашей Брянской области поздравляю с этим замечательным событием. Мне 10 лет назад, будучи депутатом Государственной Думы, мне посчастливилось принимать участие в этом историческом событии подписания о вхождении Крыма и Севастополя в Россию. И вот сидели мы, депутаты, рядом была делегация Севастополя, Крыма и Керчи, они стояли и плакали, а у нас тоже текли слезы, потому что они были счастливы, что вернулись в Россию, а мы были счастливы. С нами хотят жить, хотят строить, строить будущее своих детей, будут строить будущее своих потомков. И вот это замечательное событие, когда мы стали собирать камни, собирать свои земли, земли, которые по праву принадлежали и принадлежат нам. Сегодня наши солдаты и офицеры и отстаивают там и нашу независимость, и нашу идентичность, и наши исторические ценности. И сегодня у нас еще одно знаковое событие, историческое событие. Сегодня утром ЦИК подвел итоги выбору президента России. Вот таких выборов действительно на стране не было, когда весь народ, все жители нашей страны, жители Брянской области пришли и отдали свои голоса за нашего национального лидера. Такая небывалая явка по стране, небывалая явка нашей Брянской области. Мы все голосовали за нее, бы я голосовал. Я хочу сказать вам и всем жителям огромное слово благодарности за единство, за ответственность и за понимание. Сильный руководитель, сильная страна. А у нас сегодня самый сильный руководитель нашей страны на протяжении всей истории. Так что я вас поздравляю с этими праздниками. Да здравствует наша сильная страна и сильный президент. Весь огромный зал Дворца единоборств имени Артема Осипенко пестрит цветами триколора. Целая трибуна в белых, синих и красных футболках. Это детский сводный академический хор. 210 вокалистов. Славься, Отечество, Наши свободные, Красных народов, Союз вековой. Впервые Крым стал русским еще в 18 веке. И был таковым 170 лет. Затем были 60 лет под украинской юрисдикцией. А в 2014 году жители полуострова приняли решение. Они вместе с Россией. Россия сейчас переживает череду эпохальных событий. Одно из них – выборы главы государства. Так же, как и 10 лет назад, жители Крыма и Брянской области поддержали нашего президента. У меня пока нет большого жизненного опыта, но всю свою сознательную жизнь. Я знаю лишь одного президента. И во многом благодарна ему. Благодарна за то, что мы имеем возможность жить в стабильно развивающейся стране. И имеем возможность для самореализации. Владимир Владимирович, мое сердце и мой голос с вами. Спасибо вам. И как сказал Иван Сергеевич Тургенев, Россия без каждого из нас обойтись сможет. Но никто из нас не может обойтись без России. Владимир Владимирович, брянская молодежь вас не подведет. Спасибо. Крымская весна была бы невозможна, если бы люди самых разных профессий не сказали бы в один голос – «Мы вместе». Они были абсолютно едины в своем стремлении стать единой семьей. И ею стали. «Россия была, Россия есть, Россия будет». С праздником земляков поздравил космонавт-испытатель, уроженец Брянской области Андрей Бабкин. Искренне рад возможности поздравить вас с годовщиной события, историческое значение которого невозможно переоценить. События Крымской весны показали всему миру, что мы на деле готовы отстаивать свои принципы и побеждать. Пришло время нам снова это доказать с непреклонной уверенностью в нашей окончательной победе, которая особенно важна для вас, жителей приграничной Брянской области. Брянская область внесла свой вклад в героическую историю полуострова. Во время Крымской войны солдаты Севского пехотного и Брянского егерского полков участвовали в обороне Малахова кургана. В годы Великой Отечественной за оборону Крыма 9 брянцев получили звание Героя Советского Союза. Своей второй золотой звезды был удостоен наш земляк, летчик АС Павел Михайлович Камозин. Сегодня брянцы снова на передовой. Нас объединяет одна идея. Мы хотим жить в сильной стране. А сильной страной должен руководить сильный президент. Сейчас наша страна дает отпор новым фашистам. Мы победим! Сомнений нет! За Крым! За Донбасс! За Донбасс! За победу! За Россию! За победу! За Россию! За Донбасс! За Херсон, За Запорожье! За Купяск! За победу! За Россию! За Донбасс! И никто это не сделает сейчас за нас! Береженого! Бог бережет! Так бывало! Так есть и так будет! Дан приказ! Выполняем приказ! Силы и духа вам! Русские люди! Наш Суворов еще говорил! Побеждать это тоже наука! Много важных побед совершил! Бодрости тела и боевого духа! Праздничный концерт подготовили 800 участников! Это профессиональные и самодеятельные артисты со всей Брянской области! Полную версию митинга концертов смотрите на нашем канале! Александр Новиков, Дмитрий Матеров, Сергей Севастьянов, Александр Власов, Анатолий Чекрыгин, Виктор Левченков, Брянск! После концерта во Дворце единоборств зрители еще почти час общались неформально! Руководители коллективов, участники постановки, гости Брянска, бойцы СВО! Получилось и задать личные вопросы, и сделать фото на память! За руку с каждым! В первых рядах митинга концерта уважаемые люди Брянской области! Общественники, бойцы специальных отрядов с границей, силовики, ветераны труда, мамы и жены тех, кто воевал в СВО и погиб во славу Родины! Это особая категория под личной опекой губернатора! Каждая фото – отметка во времени, знак, зарубка для памяти! Лет 20 назад клуб «Патриот» из Новозыпково удивил Александра Богомаза! Он оказывал мальчишкам-воинам и их наставнику Сергею Сизову материальную помощь! Знаете, я о чем подумал, когда все выступали, я вспомнил свою молодость, когда... Что такое детство? Что им покажешь, то им сразу нравится! Я понимаю, что сейчас вот те, которые там от 10 до 20, когда они смотрят, то они хотят таким и быть! Девчонки такими, мальчишки такими! И вот это нам надо показывать, вот это показывать! Не того, что там слюня где-то стоит, что-то делает, фотографирует кого-то, потом укладывает! Вот настоящая молодежь! Это настоящая молодежь! Патриотическая, подготовленная! Приятно посмотреть! Девчонки! И девчонок похожи! Красавица! Пальчишки на мальчишек! Настоящими мужиками выросли, вот опять же! А не хлюпиками! Вот батька у него воюет на своего, пошел добровольцем! Зятым он будет по нему помогать тоже там! Сказал, поедет! На выступление с парнями с юго-запада приехал ансамбль «Гранд» Губернатор делится! В Новозыпкове строится бассейн! Регистрируется хоккейная команда! Раз честно и много работаете, поможем! Будет вам и автобус для разъездов! Шесть орденов мужества у моих пацанов! Вот! Сейчас там пою и 45-я бригада с 15 лет! Для фото к Александру Богомазу подходили танцоры и певцы, студенты и спортсмены! Это легенды! Если шесть месяцев, вам же это под восемьдесят? Больше! Восемьдесят семь! Восемьдесят семь! Восемьдесят семь! Восемьдесят семь! Восемьдесят семь! И если на самом концерте говорили о гордости за президента Крым и Россию, то после о наших местных уважаемых героях Малой Родины. Мария Сергеенко, Брянск. Десятилетие со дня воссоединения Крыма с Россией отметили и во втором по численности городе области – в Клинцах. Праздничные мероприятия провели в Центре культуры и досуга «Современник». Выставка тепло летнего солнца приблизила Клинцы к Крыму. Посетители «Современника» увидели мыс «Фиолент» в масле и херсонес в акриле. А со сцены прозвучали поздравления и исторические экскурсы. В течение 23 лет полуостров входил в состав Украины. Финансировался по остаточному принципу. И вновь, десять лет назад, по образному выражению нашего президента, вернулся в родную гавань. Пусть мужество, сила духа и стойкость, которые жители нашей страны продемонстрировали крымской весной и дальше способствуют единению и солидарности россиян. В зале немало тех, кто 18 марта 2014 года был еще ребенком. Осознание важности момента пришло к ним чуть позже. Мне посчастливилось два раза побывать в международном детском центре «Артек», который после грандиозного ремонта, реконструкции, конечно же, произвел на меня огромное впечатление. Я очень благодарен нашему президенту и всем жителям Крыма, благодаря которым сбылась моя мечта, я побывал в «Артеке». Родители, конечно, радовались, тем более у меня у бабушки родственники в той стране, поэтому это было радостное событие. А ты сама в Крыму еще не была? В Крыму не была. Но есть такие мечты? Хочется, потому что это очень красивые пейзажи, виды, и это стоит посмотреть. Посмотреть и послушать в Клинцах зрителям тоже удалось немало. Песни о Крыме, России и русских вместе с патриотическими танцами составили праздничную концертную программу. «Зеленая трава, и небо только синее, Россия, ты права, и мы с тобой, Россия!» Светлана Дробкова, Евгений Цветков, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Клинцы. В галерее искусств «Персона» открылась выставка «Освобождение войны свободы». Проект авторов, побывавших в зоне СВО в художественной форме, рассказывает о происходящих событиях в Донбассе. Рада принять участие в таких прекрасных проектах, считаю своим долгом. Портреты, фотографии, мозаика. Здесь художественное переплетается с документальным. Очередная выставка после открытия на ВДНХ «Путешествие по Сибири» приехала и в наш регион. На ней представлены произведения пяти авторов из Москвы, Санкт-Петербурга и Брянска. Своими работами они хотят донести, насколько тяжело бывает в зоне специальной военной операции. Все, что сюда привезено, это буквально привезено из окопов. Но как бы смягчает такой серьезный драматический градус, скажем так, то, что это произведение искусства. Это не просто голая какая-то информация документальная. Мы посещаем зону боевых действий таким образом, чтобы нашим солдатам была такая маленький арбат к ним, как говорится, приехал. Для бойцов творчество – это возможность отвлечься. Как, например, в серии «Глаз» Дениса Боболева. Эффект в том, что они должны улыбаться. То есть не просто глаза, а улыбаются. Снимали мы абсолютно всех. Мы их не делим ни на героев, ни на простых. Все для нас герои. Снял уже практически больше 570 человек. Практически всех помню. С глазами гармонируют графические работы Дмитрия Клавсуца. На них военнослужащие Луганской Народной Республики, каждый день совершающие подвиги на линии соприкосновения. А вот мозаика. Ее еще называют вечным материалом. Елена Панкратова уделяет внимание прежде всего гражданским лицам. Прикоснуться к моменту истории брянцы смогут до 12 апреля. Затем инсталляции отправятся в Санкт-Петербург. Кирилл Новиков, Алексей Рязанцев. Брянск. С 18 марта у православных жителей России начинается Великий семинедельный пост. Окончится он 4 мая перед днем Пасхи. Накануне начала поста в Прощенное Воскресенье в Кафедральном соборе прошла литургия и вечерня с чином прощения. А между службами перед собором прошли масленичные гуляния. Божественная литургия в Прощенное Воскресенье. Завершение сырной седмицы. Этот день в православии также называется сыропустной неделей. Последний день употребления в пищу молочных продуктов перед Великим постом. Сегодня в воскресенье, в воскресенье, где мы приедем в посту, 40 дней возождаем. После вечера и в седми день, это особая неделя, неделя, здрасте и слух. После божественной службы большой праздник для прихожан. Широкое масленичное гуляние с песнями, плясками и, конечно же, блинами. Мы пришли всей семьей, для нас это праздник большой. Скоро Пасха. Мы все-таки люди православные, наша главная вера. Но тяжелые времена, мы должны быть все едины в этот день. И славят дворца, молитву одну лишь, дюрдят без конца. Трое нас, трое вас, спасите нас. Игры, загадки, катание на пони, ярмарка мастеров с изделиями ручной работы. Помогали организовать праздник воспитанники воскресной школы и студенты-волонтеры. Мы приготовили порядком 980 блинов. Нам не хватило, и мы здесь сегодня допекаем блины. Конечно, мы заговляемся на Великий пост, но праздник это в том смысле, что мы очередной раз вместе встретились, увиделись. Пустили блинов, которые молодежь приготовила. Поговорили о том, что постящийся, не надо быть грустным, не надо быть в каком-то там, в таком унынии. Постящийся человек, он радостный, хочет служить Богу, людям. Вечером прощенного воскресения еще одна служба. Вечерняя с чином прощения. Священнослужители вели службу в фиолетовых облачениях, символ страданий Христа. А после переоблачились в черные ризы, цвет покаяния и Великого поста. Вечерняя с чином прощения. Особая служба. Метрополиты-священнослужители попросили прощения у прихожан. В свою очередь, каждый прихожанин попросил прощения у духовенства и друг друга, чтобы с чистым сердцем вступить в Великий пост. Дмитрий Газин, Брянск. Как Масленицу отпразднуешь, такая и будет весна. По всей стране гуляния и торжества. В Брянске это ежегодный фестиваль фольклорных коллективов «Широкая Масленица». Масленица. 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 Яркий гастрономический праздник проводов зимы и встречи весны. Это время люди проводят в кругу семьи, приобщаются к национальным традициям. У россиян торжество по праву находится в числе любимых. Русскую культуру, саму русскость хотят отменить. Сохранение народных традиций, сохранение наших духовных традиций, наших обрядов как раз таки и позволяет нам самоидентифицироваться и говорить о том, что мы русские люди. Мы помним свою историю, мы чтим свои корни и мы никогда этого не забудем. Это девятый по счету фестиваль. Его, как и сам праздник, всегда проводят с размахом. Как и прежде, в рамках конкурсной программы выступают фольклорные коллективы и солисты из Брянской области. Коллективы приехали к нам в гости, подчеркивая вот именно масленичные традиции. Когда теща в гости ходила, заловки приглашали. Конечно же, это радость, веселье. Очень любим приезжать на масленицу. Каждый год участвуем. Стараемся как можно больше детей привлечь к фольклору, к занятиям народной песни, влюбить в народную песню, чтобы наши традиции продолжали жить. Перед Великим постом нужно вдоволь наесться и повеселиться. Но в зрительный зал блины не возьмешь. Тем более не сожжешь соломенное чучело. Все внимание на себя переключили красочные костюмы и пение юных исполнителей. Детям современным это нравится. Они стараются это понять, принять, пережить. Потому что мы говорим, что песню не просто надо спеть, ее, конечно же, нужно прожить. Ты понимаешь, что на самом деле настолько это все интересно. Очень много всяких знаний есть в наших традициях, корнях. Помимо организаций праздников, фестиваль направлен на поддержку детского и молодежного народного творчества. Ведь именно им предстоит хранить, приумножать и передавать традиции нашего народа. Кирилл Новиков, Брянск. Это была последняя информация выпуска. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин